В Ак-Тубе сотни детей жалуются на кашель и кожную сыпь после посещения бассейна. Родители полагают, это связано либо с высоким содержанием хлора в воде, либо с плохой вентиляцией. Полгода назад у юных пловцов появились симптомы, очень похожие на аллергию. Сейчас едва ли не все, кто ходит в этот бассейн, жалуются на недомогание. Мамы уверены, причина кроется в воде. Мы мучаемся сильной аллергии на кожу, сыпь. С мая месяца мы уже получаем лечение, но это не помогает. Уже месяц, наверное, как многие родители, жалуются, что их дети мучаются тошнотой. После бассейна у детей хлор во рту, привкус хлора, кашель, сухая кашель, раздражение, тошнота. Получается, эти симптомы есть практически у всех детей. Это самый большой бассейн в Ак-Тубе, где занимаются порядка 800 детей. Летом здесь впервые проходил чемпионат по плаванию среди паралимпийцев. Тогда 12 спортсменам во время утреннего заплыва стало плохо. Пришлось даже вызывать скорую. Точную причину так и не выяснили, поскольку пострадавшие не стали жаловаться официально. Но рассматривались две версии. Некачественный хлор, которым обеззараживали воду, и проблемы с вентиляцией в бассейне. Я была в это время в отпуске, но единственное, что я знаю, что команда, по-моему, Кустаная или Павлодар, что Павлодар, вот оттуда один человек, по-моему, положили в больницу. Ну, это были паралимпиады, люди с ограниченными, у кого есть инвалидность. Возможно, какие-то, может, реакция была. Ну, возможно, пищевая. Я не знаю. В облспорте не исключают, что проблемы возникли из-за нарушения санитарных норм при обеззараживании воды. Оказывается, с этого года в спорткомплексе новый поставщик хлора. А воду в бассейне меняют лишь раз в год. В Акимате теперь ждут, когда будут готовы результаты экспертизы. Закрывать бассейн в связи с жалобами пока не будут. Мы сейчас проводим расследование. И сегодня мы пригласим СЭС непосредственно для анализа воды. И после чего уже будет ясно понятно, в каком состоянии у нас вода, какие примеси. После этого уже конкретное будет решение.